Привет всем! Сегодня пользователь все тот же Piavi Guitar на моем канале под видео с ответом на вопрос на его оставил комментарий тоже с вопросом о таком ладду, который называется андреусийский лад. То есть, это цыганская гамма, венгерский лад, цыганский лад, арабский лад иногда называют, доминантовая гамма или андалусийский лад, андалусийский. Ну, в принципе, я сразу скажу, что я слышал о такой гамме раньше, но никогда ее не использовал в принципе, потому что она мне была не нужна. Я никогда не занимался музыкой фламенко, никогда особо серьезно не увлекался и не занимался испанской всякой, испанщиной и все прочее. Я играл более такую стандартную музыку без каких-то колоритов, особого звучания. И, в принципе, мне не приходилось использовать никакой. Я испанскую музыку тоже играл, но там я использовал более такие стандартные, там, гармонические миноры, еще чего-нибудь такое. И сразу могу сказать, что, то есть, если я, в принципе, это особо не сталкивался, то, ну, скорее всего, вот этот лад, он, ну, как бы нужен, но так, не самая главная задача в музыке, которой надо научиться сперва. То есть, если вы начинаете, то необязательно вообще сразу бросаться в эти дебри. Да и, в принципе, если вы уже продвинутый музыкант, тоже необязательно вам этот лад пригодится. Вот, так что лучше сначала научиться что-то более такое простое, более серьезное что-то играть. Вот, ну, ладно. Вот, ну, одна из первых мажорных, она звучит так. Здесь ноты до, ре бемоль, ми бекар, фа бекар, соль бекар, ля бемоль, си бемоль, до и в обратную сторону. И играются они на таких ладах. То есть, пятая струна сначала на третьем ладу, потом на четвертом ладу. Потом на четвертой струне второй лад, третий лад. Далее третья открытая. И на первом ладу тоже третья. После этого третий лад третьей струны и пятый лад третьей струны. И в обратную сторону. Вот. Теперь следующий вид этой гаммы. Тут ноты до, ре бемоль, ми бекар, фа бекар, соль бекар, ля бемоль, си бекар и до. Играется она точно так же, как и предыдущая, только на третьей струне. Вот я сейчас покажу. На третьей струне вместо того, чтобы сыграть открытую первый лад, третий лад и пятый лад, вы играете открытую, первую, четвертый лад, пятый лад. И в обратную сторону. Вот. В основном такая же гамма. Так. И минор теперь тоже. Вот этот вот венгерский, там, цыганский, как хотите назвать. Вот. Играется так. Играется нота до, ре бекар, ми бемоль, фа диез, соль, ля бемоль, си бекар, до. И в обратную. Играется третий лад пятой струны, открытая четвертая струна, первый лад четвертой струны и четвертый лад четвертой струны. Дальше открытая третья струна Первый лад третьей струны Четвертый лад третьей струны И пятый лад третьей струны И в обратную сторону Еще как бы я вот по подобию двух первых минорных Я к мажорной, к этой к одной добавил еще одну мажорную Она та же самая, как и вот эта последняя, которую я показал Только там вместо ноты сибикар будет сибемоль То есть она будет звучать так То есть на третьей струне вместо того, чтобы сыграть Третью, первый лад, четвертый лад и пятый лад Вы играете третью, открытую, первый лад, третий лад, пятый лад Вот, теперь от этой позиции сыграем все четыре гамма эти Ну начнем с первой, то есть с вот этой гаммы Это минор, ой, нет, это мажор Так, значит, восьмой лад шестой струны и девятый лад шестой струны Дальше седьмой лад пятой струны и восьмой лад пятой струны Десятый лад пятой струны Шестой лад четвертой струны Восьмой лад четвертой струны И десятый лад четвертой струны И в обратную сторону Далее, следующая разновидность То же самое, только на четвертой струне вместо шестого, восьмого и десятого Вы играете шестой, девятый, десятый Теперь минорная Восьмой лад шестой струны и десятый лад шестой струны Далее, шестой лад пятой струны Девятый лад пятой струны и десятый лад пятой струны Потом на четвертой струне шестой лад Девятый лад и десятый лад И последний вид отличается то же самое, что и предыдущая гамма Только отличается тем, что на четвертой струне вместо шестого, девятого и десятого Вы играете шестой, восьмой, десятый То есть вот так Вот, ну, эти лады, они используются в фламенко, в испанской музыке и так далее Вот, и теперь еще там было дополнение к вопросу у этого пользователя Про струны Ну, там был конкретный вопрос про переход струн от электрогитары на акустическую Потом на нейлон Вот, но я просто про струны в целом скажу Ну, сначала отвечу на вопрос конкретно То есть, человек спрашивает, что он перешел со струн от электрогитары на акустические Вот, я сразу хочу сказать, что если тяжело играть на акустических после электрогитары Попробуйте сначала не сразу на нейлон переходить А попробуйте сначала взять более тонкие акустические струны То есть, для акустической гитары взять струны чуть потоньше, чем у вас сейчас Скажем, если у вас 11 или 12 размер, возьмите там 10 размер Вот, в принципе, на акустическую гитару иногда при некоторых обстоятельствах Можно даже ставить струны от электрогитары Но не совсем тонкие, там, не восьмёрку Ну, в крайнем случае, девятку Ну, десятку, там, да Есть ещё комплект такой гибридный, он такой девять с половиной Вот, он очень хорошо подходит тоже Вот, и потом, если на нейлон будете переходить Значит, не надо вот эти нейлонные струны Ставить прямо на ту акустику, которую вы купили, скорее всего Потому что нейлон ставится на классическую гитару Обычно, да А металлические струны на акустику, там, на электро Вот, и ещё Теперь, значит, самые сложные струны для игры Это вот акустические, да То есть для акустической гитары Вот вы ставите, и там тяжело так довольно Но там звук такой крепкий Вот, а следующие они по, ну, по лёгкости Это вот электрогитара, струны для электрогитары и нейлоновые У них есть свои плюсы, как бы и минусы в игре То есть на электрогитары, струны для электрогитары Они более тонкие, но более твёрдые, чем нейлоны Вот нейлоновые, они более толстые, но более мягкие И поэтому для электрогитары струны, вот на них, ну, такие тонкие металлические струны На них легко быструю технику скоростную медиаторную ставить А на нейлоне чуть сложнее Потому что из-за того, что они толстые Их быстрый скоростной переменный штрих Вот этот шрет На них трудно на нейлоне играть Но на нейлоне Из-за того, что струны мягкие Их легче левой рукой прижимать Чем даже для электрогитары Тонкие металлические струны Потому что там металл немножко посложнее для пальцев левой руки А на нейлоне Мягкость струн обеспечивает Вот эта вот легкость прижатия левой руки Ну и вот это в принципе Вот такой вот ответ на вопрос Пара струны Всем спасибо Задавайте еще вопросы тоже в комментариях Если что, там тоже отвечу на вопросы Про лады, про теорию музыки Про технику, про все что угодно Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Будьте на связи Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось видео Подписывайтесь на канал Всем всего доброго, всем успехов, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok